О производстве своего первого внедорожника инженеры Toyota задумались в конце 40-х годов прошлого века, а в 1950-м началась разработка такого автомобиля. Спустя год появился на свет Toyota BG, японский аналог американского Willis Jeep. Новинка была создана прежде всего для военных целей. Внедорожник имел мотор объемом 3,4 литра и мощность 85 л.с. Модель получилась очень крепкой, благодаря элементам, позаимствованным у грузовиков, и блестяще показывала себя на бездорожье. Пара к силовому агрегату составляла трехступенчатая механическая коробка передач. Понижающая передача на BG, в отличие от Willis, предусмотрена не была. При создании второй генерации внедорожника специалисты Toyota делали упор на повышенный комфорт и более симпатичную гражданскую внешность. Линии экстерьера стали более обтекаемыми, а салон, ставший просторнее, обзавелся кондиционером и отопителем. Под капотом авто поначалу находился двигатель от BG, затем его сменил новый мотор Toyota F объемом 3,9 литра, выдававший на первых парах 105 л.с., а чуть позже 125 л.с. С 1956 года автомобили 20-й серии стали идти на экспорт. С этого момента внедорожник получил имя Land Cruiser, что означает «наземный крейсер». 20-я серия имела несколько вариантов исполнения с разными кузовами и колесными базами. Следующее поколение Land Cruiser внешне осталось примерно таким же, как и его предшественник. Настолько удачным оказался дизайн. В техническом же плане изменений было больше. Во-первых, наконец-то появилась понижающая передача, а во-вторых, в моторную гамму к двигателю F с 20-й серии добавились дизельные агрегаты объемом от 3 до 3,6 литров. Трансмиссия была представлена трехскоростной механикой, а с 1974 года четырехскоростной. Крузер полюбился покупателям во всех странах и быстро завоевал популярность, а одно время вообще был самым продаваемым автомобилем в США. 40-й производился на протяжении 24 лет. В крейсере 55-й серии особое внимание было уделено комфорту. Внедорожник, как и прежде, построенный на прочной раме, значительно вырос, а по удобству интерьера напоминал легковой автомобиль. Среди доступных силовых агрегатов появился мотор объемом 4,2 литра 2F, мощность которого составляла 135 л.с. Этот Land Cruiser стал первым в линейке, которая называлась Comfort Oriented. Разработка преемника 55-го Cruiser стартовала еще в 1976 году под руководством Хироши Асавы, а публичный дебют состоялся спустя 4 года. Внедорожник 60-й серии имел впечатляющие по сравнению с предшественником габариты. Колесная база составляла 2730 мм, а в салоне уместился третий ряд сидений. Рессорная подвеска стала значительно мягче, чем раньше, а еще большую атмосферу комфорта создавали удобные сидения с улучшенной боковой поддержкой и электрическими стеклоподъемниками. По литру моторов составляли 4,2 литровый бензиновый движок и 4-литровый дизель, и оба заключали в себе по 137 л.с. Базовой трансмиссией считалась пятиступенчатая механика, а в 1984 году впервые стал доступен 4-х диапазонный автомат. В 1987 году модель перетерпела небольшой рестайлинг, который одарил Land Cruiser 60 новыми вариантами окраски, более широкими колесами и квадратными парными фарами взамен одиночных круглых. Land Cruiser 70 является прямым наследником 40-го и последним по-настоящему внедорожным крузером. Для него главным приоритетом служат не комфорт и роскошь, а проходимость и надежность. Продавались двух- и четырехдверные версии, вторая из которых носила имя Prado. К 1990 году Prado стал самостоятельной моделью. В модернизированном виде автомобиль выпускается до сих пор. Внедорожники и пикапы Toyota Land Cruiser 70 предлагались на рынках Японии, Австралии и некоторых других странах. Машина оснащается атмосферным дизельным объемом 4,2 литра, 131 лошадиная сила, и бензиновым мотором объемом 4,0 литра, 228 лошадиных сил. Появившийся в 1990 году новый Land Cruiser 80 нельзя было спутать ни с чем другим. Дизайнеры придали ему абсолютно новый внешний вид с большим количеством округлых линий и прочими деталями, заставлявшими новинку выглядеть очень свежо. На внедорожнике были электронно-управляемые блокировки всех дифференциалов, двух межколесных и межосевого. За приведение крейсеров движения отвечали на вывод динзиновые 4 и 4,5 литровые моторы, а также дизель и турбо-дизель с одинаковым объемом 4,2 литра. Мощность двигателей варьировалась от 130 до 215 лошадок. Инженеры позаботились и о безопасности. Уже в базе были предусмотрены две подушки безопасности и АБС. Публичный дебют Land Cruiser 100 состоялся в 1997 году, а уже в 1998 на него стояли очереди в автосалонах. Спустя почти 50 лет с появления первого внедорожника Toyota инженеры не отобрали у Land Cruiser ни капельки надежности. Его в основе по-прежнему была рама, правда уже совсем другая, с современными ударопоглощающими элементами, но не менее крепкая. По сравнению с Land Cruiser 80 была перенастроена независимая подвеска всех колес и тормоза, был снижен уровень шума и вибраций, а также появились новые моторы. Теперь гамма силовых агрегатов была представлена бензиновыми рядной шестеркой 4,5 литра и V8 4,7 литра, а также дизельными моторами 4,2, в атмосферном варианте с турбиной и с двумя турбинами, мощностью 131, 204 и 250 лошадиных сил соответственно. Агрегатировались двигатели четырехдиапазонным автоматом или пятискоростной механикой. В 2003 году был произведен рестайлинг и сотый обзавелся новой оптикой и бамперами, а также иной отделкой салона. В декабре 1998 года на внутреннем японском рынке в продаже появился Land Cruiser Signus, представительский внедорожник, представляющий собой модернизированный, с учетом пожелания покупателей престижных автомобилей, Land Cruiser 100. От базового автомобиля версия Signus отличалась иным оформлением передней части кузова, например, четырехсекционной головной оптикой, и отделкой интерьера такими материалами, как натуральная кожа и ореховое дерево. В штатную комплектацию Land Cruiser Signus входит, например, камера заднего вида и DVD-чейнджер. Единственный доступный для автомобиля двигатель объемом 4,7 литра и мощностью 235 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию Toyota Land Cruiser Signus входит система автоматической регулировки гидроподвески. Уровень жесткости и высота дорожного просвета меняются либо автоматически, в зависимости от режима движения, либо устанавливается по требованию водителя. Максимальная высота клиренса внедорожника составляет 270 мм на бездорожник, в обычном режиме 220 мм. В 2002 году внедорожник перетерпел рестайлинг. В замену автоматической коробки передач с трехступенчатой на пятиступенчатую на российский рынок Toyota Land Cruiser Signus поставлялась как Lexus LX470. В 2002 году при принятии плана развития на пять лет началась разработка преемника сотой серии. К 2004 году был разработан дизайн. Прототип в период с 2004 по 2007 годы проходил испытания и в производство был введен в конце 2007 года. Автомобиль получил новый V-образный восьмицилиндровый дизель. Для рынка США автомобиль оснащается только бензиновым двигателем 5,7 литров, как на Lexus LX570 с шестиступенчатым автоматом. С 2015 на этот же двигатель устанавливается восьмиступенчатый автомат. В 2012 году автомобиль претерпел первый рестайлинг. Немного изменилась форма передних фар. Прямоугольные противотуманные фары заменены на квадратные с другой лампой. На большинстве рынков появился боковой молдинг на двери с хромовой вставкой. На некоторых комплектациях появился подогрев руля и лобовое стекло полностью с подогревом. Салон был обновлен. Появились поворотники в наружных зеркалах заднего вида. Соответственно, были убраны поворотники в крыльях на тех рынках, где они присутствовали. В 2015 году автомобиль претерпел второй рестайлинг. Передние фары и противотуманные фонари стали полностью светодиодными. Изменилась решетка радиатора и бампер. Появился новый восьмиступенчатый автомат для версии с двигателем 5,7 литров, не для рынка России. Продолжение следует... Продолжение следует...